В прошлом году три десятка, в этом всего девять. Именно такая динамика наблюдается в Нижнекамске по фактам сбыта поддельных денежных знаков. Однако расслабляться повода нет. Качество фальшивых денег раз за разом улучшается. Имитируются практически все признаки настоящих банкнот. Некоторые детекторы вообще не обнаруживают, не распознают подделку. Некоторые только распознают уже в самих банках после инкассации. На брифинге по итогам борьбы с фальшивомонетчиками рассказали, что наиболее качественные часто подделывают пятитысячные банкноты. Но и у них есть ряд признаков, по которым можно определить, что в ваших руках фальшивка. При наклоне цвет герба меняется от малинового до золотисто-зеленого. Просматриваются темные буквы «РР» на орнаментальной ленте. При наклоне они светлеют. Должны быть комбинированные водяные знаки. Портрет Муравьева-Амурского и цифра 5000. Метки рельефные и воспринимаются на ощупь. На свету видно число 5000, состоящее из микроотверстий, не осязаемых на ощупь. К купюре есть металлическая голографическая нить. Увидеть ее можно с оборотной стороны. На свету она выглядит темной полосой. В преддверии праздников поток фальшивых купюр может увеличиться. Предупреждают сотрудники полиции. Призывают быть более внимательными. Совершая покупки в местах, откуда идет наибольший поток фальшивых денег. По статистике, как правило, это мелкие торговые точки. Соответственно, это могут быть как торговые точки расположены на рынках. На рынках и другие торговые точки, которые не оборужены видеокамерами. Способствуют борьбе с фальшивками и внимательность тех, кто ежедневно работает с деньгами. Для этого полиция разъясняет продавцам, банковским работникам алгоритм действий. Как в случае обнаружения поддельной купюры, так и в случае передачи фальшивки непосредственно сбытчикам. Необходимо максимально продлить время нахождения предполагаемого сбытчика. Необходимо сразу же нажать на кнопку тревожной сигнализации. Для прибытия как сотрудников охраны, неведостной охраны, так и работников частных охранных предприятий. Кстати, фальшивую банкноту могут обнаружить не только сотрудники банка и продавцы, но и обычные граждане. В этом случае они должны обратиться в полицию. А вот пытаться сбыть подозрительную купюру не стоит. Ведь за это человеку грозит реальное уголовное наказание. Наталья Лушникова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.